Глубоко жерем, коллеги, постараюсь сократить регламент. Долгое время хирургический компонент в лечении онкологических больных оставался единственным возможным и приводил не только к излечению пациентов, но и за счет своего выраженного радикализма, часто способствовал инвалидизации пациентов. Как следствие, развивались операции, направленных на реконструктивно-восстановительного компонента, реабилитационного компонента. Постепенно они стали включаться в этап первичных операций, развитие недоказательной базы здравоохранения в медицине и применение современных адювантных методов привело к тому, что в хирургию стали внедряться органосохранные операции, такие как радикальная резекция молочной железы, резекция почки, резекция желудка в последствии слоя, что в сравнении с классической мастоктомией, нефроктомией или резекцией желудка носило явно выраженный реабилитационный компонент. Последние 10 лет после проведенных рандомизированных исследований по поводу малоинвазивных вмешательств в онкологию стала широко применяться лапароскопическая хирургия, как в колоректальном раке, в гинекологии, в хирургии, в урологии. Целью нашего сообщения является показать, что лапароскопические операции несут в себе выраженный компонент реабилитационный и, в общем-то, должны занять достойное место в онкологической хирургии. Рассмотрены сроки проведения адювантной полихимиотерапии в условиях Липецкого областного онкодиспансера как после открытых, так и после лапароскопической операции, а также отдаленные, но, подчеркну, не онкологические результаты хирургических вмешательств. В Липецкой области в 2013-2014 году по поводу колоректального рака прооперировано 445 первичных пациентов радикальной операции. Первая стадия зафиксирована у 69 пациентов, вторая стадия у 258, третья стадия у 118 пациентов. Средний возраст составил 65 лет. Адювантную терапию провели 167 пациентам. С первой стадии 3, с второй стадии 65, с третьей стадии 98 пациентам. Шесть курсов полихимиотерапии провели 61 пациенту. 51 пациент не закончил химиотерапию по разным причинам. 55 пациентов продолжают лечение. В ГУС Лауде оперировано 361 пациента, из-за 445-86 из них выполнены лапароскопические вмешательства. Средний возраст пациентов с лапароскопическими операциями составил 59 лет. Распределение по стадиям выглядит следующим образом. Адювантная химиотерапия проведена 29 пациентам. В группу пациентов с лапароскопическими операциями средние сроки адювантного лечения, начало адювантного лечения составили 28,4 дня. В группе с открытыми вмешательства 41,7 дня. Доверительная вероятность различий в сроках начала полихимиотерапии у пациентов с открытыми операциями и лапароскопическими операциями составила 95%. Чем же объясняется эта разница? В первую очередь, развитием послеоперационных осложнений. Так, в группе после открытых операций осложнений зафиксированы у 20% пациентов, в то время как после лапароскопической операции у 9,5% пациентов. Кроме того, еще значение имеет тот факт, что ряд пациентов с открытыми операциями оперировались не в Липском областном онкологическом диспансере, а в других лечебных учреждениях. И для начала химиотерапии в адювантном режиме им надо было пройти консилиум в нашей поликлинике, что дополнительно требовалось несколько дней. Поэтому для того, чтобы судить об истинных преимуществах лапароскопических методик в сроках начала адювантной химиотерапии, необходимо увеличить когорту обследования и провести многофакторный регрессивный анализ, в общем, чем мы сейчас и занимаемся. Кроме того, мы провели исследование отдаленных результатов неонкологического профиля у данных пациентов и попытались оценить качество жизни по опроснику SF36. 115 пациентам были розданы опросники SF36, дополненные пунктом наличие послеоперационной грыжи, эпизоды спаечной и кишечной непроходимости, потребовавшие госпитализации, и наличие повторных операций. В группе лапароскопических операций 45 пациентов, в группе пациентов с открытыми операциями 70 человек. Среднее время от операции до момента анкетирования 12 месяцев в группе лапароскопической операции и 15 месяцев в группе открытых операций. Разница возникновения осложнений также статистически достоверна, и доверительный интервал различий 95%. Вот с определением качества жизни у нас вышла определенная заковыка, поскольку разброс баллов в многих параметрах был настолько значим, что мы не смогли определить статистические, ну, средние величины, поскольку среднестатистическое отклонение сигма была такова, что никакой вероятности не получилось. Объясняем мы это тем, что, в общем-то, малое количество наблюдений у нас в группах и не было разбивки пациентов по полу, возрасту и срокам проведения операции. Тем не менее, что на себя обращают внимание? Что нижние границы баллов значительно выше по ряду показаний в группе по лапароскопических операций. Так, по физическому функционированию, по интенсивности боли, по общим показателям здоровья, по жизненной активности, по социальному функционированию, по физическому компоненту здоровья и по психическому компоненту здоровья нижние баллы прилично выше. Что говорит о том, что качество жизни, в принципе, в группе у пациентов с лапароскопическими операциями выше, чем качество жизни пациентов в группе с открытыми операциями. Ну и позвольте сделать такой вот краткий вывод, что медицинская реабилитация должна начинаться, наверное, не только с послеоперационного периода, но и в первую очередь с самой проведения самой операции. И у лапароскопических операций есть очень большой потенциал по реабилитационному компоненту. Спасибо за внимание.